Здравствуйте, я Диран Магдармад, представляю вам очередной выпуск экономического календаря. Давайте посмотрим, какие события и публикации запланированы на пятницу, 9 января. Первыми в 6.45 утра будут опубликованы данные об уровне безработицы в Швейцарии за декабрь. В течение последних двух месяцев уровень безработицы с учетом сезонных факторов оставался неизменным. В 7 утра выйдут две публикации касательной экономики Германии в ноябре, и одна из них – это данные об объемах промышленного производства. В октябре объемы производства продолжили увеличиваться, но медленнее, чем в сентябре, когда прирост составил 1,1%. В это же время будут опубликованы данные о торговом балансе. В октябре профицит торгового баланса превысил ожидания, поскольку объемы импорта сокращались быстрее, чем объемы экспорта. В 8.15 выйдут ожидаемые данные индекса потребительских цен в Швейцарии за декабрь. В ноябре годовый показатель инфляции был отрицательным, а на протяжении всего года рост уровня инфляции был ограниченным. Далее нас ожидают две публикации касательной экономики Великобритании в ноябре, среди которых и данные об объемах промышленного производства, которые сократились в октябре. А в сентябре они повысились на 0,7%. В октябре торговый баланс Англии по-прежнему был отрицательным, а дефицит торгового баланса сократился. В сентябре он составил 10,5 миллиарда фунтов. В час 30 по гринвичу будет опубликован ожидаемый отчет о рынке труда в США за декабрь. В ноябре данные отчета превысили ожидания, что говорит о стабильном восстановлении рынка труда. В это же время выйдет отчет о рынке труда в Канаде за декабрь. В отличие от США, в Канаде уровень занятости снизился в ноябре, хотя до этого он повышался на протяжении двух месяцев. Также в это время будут опубликованы данные о количестве выданных разрешений на строительство домов в Канаде за ноябрь. В сентябре количество разрешений увеличилось на 12,5%. В октябре оно также продолжило увеличиваться. В 3 часа дня выдают данные об уровне ВВП в Великобритании за декабрь от Национального института экономических и социальных исследований. По данным предыдущего отчета, который покрывал три месяца, включая ноябрь, рост уровня ВВП составил 7%. На этом очередной экономический календарь подошел к концу. В следующем выпуске смотрите обзор самых важных событий и публикации понедельника. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова